Меня зовут Дэймон, а это моя дочь Велвет. Сейчас её самая большая забота – искусство принятия направления сна. Но скоро она столкнётся с быстро ухудшающейся экологией. Льды тают быстрее, чем предсказывали учёные. Я хочу придумать другую историю. Историю, где ищутся решения этих слободневных проблем. Каким будет мир для нашей дочери в 2040-м, если мы всего лишь воспользуемся тем, что уже существует? Вместо правительств, которые лишь реагируют на катастрофы, нам нужны такие, которые поведут нас в нужном направлении. Будь то в фермерстве, в энергетике или в строительстве, везде есть куда стремиться. Мне бы очень хотелось увидеть, как прекратится вырубка лесов. Было бы очень круто, потрясающе. Надо просто уважать землю. Представьте, что все начнут применять восстанавливающие практики, как фрейзер, обогащая почву углеродом. Правильно, да. Можно делиться рентабельной местной энергией. В Бангладеш 5 миллионов сами снабжают себя энергией. Солнечные системы объединяют людей. Каждый самолет выбрасывает тонны углерода. Нам остается только лицемерить, ведь вся наша система завязана на природном топливе. Как вы до этого докатились? Мы не думали о последствиях. Нам пригодится творческий потенциал, которым обладает каждый человек. Люди хотят работать ради того, что реально поможет возродить наш мир. Куда бы вы ни кинули взгляд, везде несметное множество оснований для надежды. Одна только морская пермакультура может снабдить 10 миллиардов белком. Обалдеть. Да. Огромное число людей хочет поучаствовать в написании новой истории. И у нас есть все необходимое для этого. Уже сейчас. 20.40. Будущее ждет. А каким будет ваш 2040-й? Главное, чтобы будущее было хорошим. В кино с 20 февраля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok